Друзья, я всех приветствую. Прежде чем мы перейдем к инфоповоду, небольшая ремарка. Долгое время я была очень терпима не только к выражению альтернативного мнения в комментариях, но и даже к форме выражения этого альтернативного мнения. Для того, чтобы я кого-то поместила в черный список, нужно было очень постараться. И в какой-то момент внезапно мне пришло озарение, что комментарии под моими видео это все-таки публичная площадка для дискуссии, а не лазарет для душевнобольных людей. Поскольку подобные вещи явно неприятно читать и моим адекватным психически здоровым зрителям, я приняла решение, что сегодня я буду, наверное, менее терпима и менее политкорректна. Поэтому, если вы являетесь человеком, который в 21 веке все еще ходит с костью в носу, аки-дикарь, и никак не может эволюционировать нормального человека, если вы смакуете трупы, радуетесь смерти то украинцев, взрывом жилых домов где-нибудь в Днепре, либо если вы занимаетесь трупоедством и радуетесь смерти гражданских, некомбатантов, в принципе, выступаете за массовую резню и шутинг людей вне зависимости от их политических взглядов, просто вам это доставляет удовольствие, то давайте договоримся сразу. Пожалуйста, просто молча отпишитесь от моего канала. Хоть я постоянно призываю всех подписываться на мой канал, я, тем не менее, гонюсь не за количеством, а за качеством подписчиков. Надеюсь, мы договорились с вами, ну а теперь перейдем непосредственно к нашему инфоповоду. Итак, что известно на момент записи этого видео? Ну, опять же, давайте понимать, что спустя, наверное, в первые 24 часа после совершения теракта, когда происходят такие резонансные трагические события, нужно отдавать себе отчет в том, что информация идет потоком, особенно в эпоху телеграмма, когда происходит молниеносная передача фактов, даже скорее не фактов, а слухов, домыслов, свидетельств, фейков, разумеется. Что еще примечательно? За ночь и за утро в Москве, крупном городе, где большой брат следит за каждым антивоенным активистом через тысячи камер, правоохранители никак не могли найти террористов. Далее, часть выходов в Крокусе оказалась закрыта. Как вы знаете, по имеющимся данным, люди погибли не только от огнестрельных ранений, но и из-за того, что они задохнулись в пожаре и не могли выбраться из здания. Далее, многообразие утренних версий. Понятно, что выдвигаемая версия зависит от политических взглядов того, кто версию выдвигает, поэтому был полный перечень потенциальных заказчиков. Террористы могут быть причастны к русскому добровольческому корпусу, источники коммерсанта. Украинская разведка обвинила в расстреле мирных людей российские спецслужбы. В США подтверждают информацию, что исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Крокус-Сити-Холле. И, что немаловажно, за несколько дней до трагедии Владимир Путин назвал предупреждение о возможных терактах откровенным шантажом. А предупреждения были еще в начале марта. Мы с вами сейчас посмотрим публикации. Итак, новость от 8 марта 2024 года. Посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов в России в ближайшие 48 часов. К предупреждению присоединились Латвия, Южная Корея, Швеция, Канада, Германия, Чехия. Открываем сегодняшние, вчерашние новости. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, ранее в этом месяце правительство США располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве, потенциально нацеленной на большие собрания, включая концерты, что побудило Госдепартамент выпустить публичное предупреждение американцам в России. Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой обязанности предупреждать. Далее есть информация со ссылкой на официального представителя США. Существуют разведданные, подтверждающие заявление исламского государства об ответственности за теракты, что у них нет причин сомневаться в этих утверждениях. Американский чиновник также подтвердил, что США ранее предоставила России разведданные о потенциальном нападении. И далее информацию о передаче этих данных подтверждает Интерфакс, российское издание. Переданная российской стороне американскими представителями информация о готовящемся теракте в России носила общий характер без какой-либо конкретизации. Об этом Интерфаксу повествует источник в российских спецслужбах. То есть информацию ознакомились и приняли исключительно как некую общую абстрактную информацию. Теперь мнение оценки предположения. Как опять же пишут СМИ на данный момент, задержаны несколько выходцев из Средней Азии. Также по данным журналистов у них у всех есть российское гражданство. Несмотря на то, что из них некоторые не понимают по-русски. Ну как сказать, несмотря. Для России это обычная практика. Опять же, в который раз повторяю тем людям, которые верят в российской пропаганде и убеждены, что Владимир Путин это какой-то невероятный русский националист. В России для мигрантов из мусульманских стран натурально создан проходной двор. Людей не проверяют, люди не проходят какой-то строгий отбор для получения гражданства. Это вполне себе обычная, к сожалению, обычная и страшная практика, когда выходец из Средней Азии может в России совершить тяжкое преступление и сбежать натурально в страну своего происхождения. Вот такой вот русский националист Владимир Путин. Поэтому, пожалуйста, не надо верить российской пропаганде. Повторюсь, преступники могут быть вполне себе настоящие, неряженые и действительно вполне себе получившие указания откуда-нибудь там из радикальных исламских группировок. По крайней мере, в этой версии нет ничего сверхъестественного. Но это никак не опровергает и не нивелирует тот факт, что ехали правоохранители до Крокуса очень долго. Эту информацию также, я думаю, вы и видели. Или она вам показалась примечательной и многоговорящей. Ну и, разумеется, понятно, что как ловить либералов с плакатами, так у нас уже превентивно на месте предполагаемого преступления уже есть правоохранители. Здесь ситуация обратная. Я думаю, вы помните, какие обстоятельства в свое время привели Владимира Путина к власти. Если не помните, то освежим в памяти. Это эпоха чеченских войн. Как раз-таки чеченские компании и медийный фон вокруг происходящего, который подавал чеченскую войну едва ли не как вторую отечественную, и стали тем плацдармом, чтобы рейтинг Владимира Путина, некогда составляющий 0 с чем-то процентов, вырос до, если мне память не изменяет, до 80%. И, конечно же, из прошлого общественного мнения, что это за никому неизвестная серая КГБшная крыса, общественное мнение сформировалось до сильный лидер, который обещает мочить в сортире террористов. Сейчас ситуация с процентами и цифрами несколько иная. Теперь у Владимира Путина рейтинг не 0,00 с чем-то процентов, а ему аж нарисовали 87% народной любви. Но, как мы говорили ранее в прошлом ролике, выборы в России это не электоральная процедура, не демократическая процедура, а буквально точки отчета, после которых начинаются новые напых Гойды. И произошедшая трагедия, это, возможно, одна из точек отчета для той самой последующей Гойды. Владимир Путин выступил с обращением. Опять же, на момент записи данного видео Владимир Путин молчал 18 часов, никак не комментируя теракт. Потом вышло обращение. Что там было в этом обращении? Разумеется, для террористов было подготовлено окно со стороны Украины для пересечения границы. И, конечно же, как нацисты, преступники задумывали совершить акцию устрашения. Ну, разумеется, мигранты из Средней Азии, исповедующие религию мира и добра, конечно же, они прямо как национал-социалисты. Буквально два одинаковых человека отличить невозможно. Как раз вчера было совещание Совета безопасности. В комментариях у меня в телеграм-канале уже люди резонно заметили, что, скорее всего, Владимир Путин сейчас скажет, что во всем виноваты неонацисты, разные славянские националисты. Но мои подписчики опоздали с этим предположением, потому что вчера на совещании Совета безопасности еще до совершенного теракта Владимир Путин начал заседание с таких слов. Уважаемые коллеги, добрый день. В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Ну, понятно. То есть, с такой миграционной политикой, как в Российской Федерации, у нас до сих пор самая главная угроза – это национализм и неонацизм. В заключении, понятно, что сейчас будет многообразие всяких теорий, понятно, что Кремль будет как раз-таки педалировать вот эту вот версию, то, что это заказ киевского режима, что Владимир Зеленский, Михаил Подоляк прямо ждали уже у границы исполнителей преступления. Но, вне зависимости от того, насколько этот теракт был подконтролен, насколько в нем были замешаны спецслужбы, насколько они участвовали или, наоборот, просто не мешали, ответственность в любом случае лежит на правительстве Российской Федерации. По одной простой причине. С такой безобразной миграционной политикой, с таким бесконтрольным потоком натуральных ваххабитов на территорию Российской Федерации, найти исполнителей такого заказа не составило труда. Так что подытожим. В любом случае, ответственность за это преступление несут исполнители. Опять же, если эта версия подтверждается, которую также и США озвучивали накануне, ответственность, безусловно, лежит на радикальных исламских группировках, ежели все так. И, безусловно, ответственность целиком и полностью лежит на многонациональном режиме Владимира Путина, который объявил войну так называемым украинским националистам вовсе не потому, что они украинские, а потому, что они националисты. Откуда информация у американцев? Полагаю, все же американские спецслужбы тут работают эффективнее, чем российские. Отчего не был предотвращен теракт? Что же, и тут есть предположения, исходя из всей кремлевской риторики. Вероятно, режиму проще принять тот факт, что русских людей убьет ИГИЛ, чем тот факт, что русских людей может спасти НАТО. Вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вы адекватный психически здоровый человек. Если вы любите смаковать всякое трупоедство, то, скорее всего, вам лучше нажать кнопку «Отписаться». Благодарю вас. Буду благодарна за репост, за адекватные мнения в комментариях. И до новых встреч, дорогие друзья.